ну привет любители колес пристегивайте ремни сегодня у нас прикольный выезд с призами с местами у нас специальная площадка вот посмотрите отгорожено евгений занимался стандарты будут легкие средние и тяжелые то есть у нас будут разные автомобили начала будет сейчас мы доедем с ребятами познакомимся так что если интересно оставайся смотри у нас сегодня большое количество участников именно зимние игры называется у нас сегодня мероприятие там у нас въезд только для участников вот эти автомобили которые стоят они именно будут участвовать остальные автомобили будут стоять за ленты у нас зрители там же будут находиться а мы будем кататься я буду с каждым участником кататься внутри машины показывать вам изнутри как это все происходит сначала мы проезжаем всю трассу потом будет у нас по gps ориентирование здесь сейчас все участники в принципе травятся кто до полтора кто до единицы туда 0 3 но мы заодно и посмотрим как это будет влиять на проезд по снегу температура у нас на данный момент минус 1 снег влажный сразу говорю снег влажный не нету мороза то есть проезжать когда этого покатушки у нас были будет сложно но если все поедут по одной колее в принципе будет нормально но когда будет старт у нас по полю и проезжать будет то вот тут ему надо сами все и увидит все обед у нас l200 знакомьтесь константин хотя во многих моих видео константин у нас участвует дастер белый но и вот величка автомат а просто нужно доехать до машины кое-что забрать людей заодно посмотрим на регистрации участники кто подъехал кто нет ну скажи вот первое впечатление по это трассе кстати как сложно будет нам участвовать здесь можно пониженную точно сразу с первой минуты она повышенно тяжело идет зачем ну правильно убивать сцепление вот у нас даст а впереди немножко подсел да кстати это алексей поменял сцепление на 40 тысячах на дастере так знакомьтесь евгений евгений принципе в моих видео уже участвовал женя расскажи какие у нас сегодня мероприятия вообще планируется какие задачи будут поставлены от участников сегодня получается у нас мероприятие такого развлекательного характера клубная первым этапом мероприятие будет общий старт с одной линии это вот оттуда я собираюсь получается все стартует с одной линии и по полю 150 метров едут пробивает каждый свою к на то есть они встают и все едут то есть не по одной дороге да они пробиваются каждый свою колею да вот определенного но да да тут пример момента там у них заканчивается этот спецучасток и дальше идут они на ориентирование ориентирование представлены как точки в виде номеров то есть это список координат дается и где эти точки расположены надо просто получается до них доехать сфотографироваться и принципе как собираешься точки едешь на финиш но принципе это часа на три на четыре у нас да будет такой на пять часов переприятия для как и сказал что снег у нас не сухой принципе срока с минус один где-то до погода то есть это примерно как на классно всегда ветра тепло ветра нету но и сложно будет лама пожелаем нашим участникам удачи да все в рэо здесь все покажу вам сразу заезд очень сложный заезд на наше мероприятие mitsubishi и киева полная привода клиренс высокий ну и снег сырой как я вам и говорил автомобиль уже едут очень и очень сложно ну конечно с низкими бамперами здесь делать нечего таким автомобилем вот стою и не про автомобили встали у нас в линию готовность номер один к старту от каждого автомобиля по участнику инструктаж и в бой команда шлема оборудования сегодня это прохождение поля рассчитываю чисто для того чтобы растянуть людей то есть для прохождения на 50 процентов то есть если вдруг то полностью не пройдет это вот вверх стоит красное вправо слева я не стал стоять итак у нас начался старт первый патрол движется снег мокрый очень и очень тяжело принципе двигаться смотрите елька неплохо патрол патрол 1 хантер у вас джип элька нивы ну в принципе здесь уже все доехали что у нас осталось смотрим нива шевроле раз нива шевроле два это что у нас летит митсубеши дастер и нива остались смотрим дальше здесь точка люди должны взять точку от этой точки каждый фотографируется правильно да они должны сделать фото и двигать на другую точку правильно Здесь команда L200 не сдается, быстро откапывается. Лопата у них хорошая. Копает быстро. А Евгений уже что, вот так? Каждый сделал фото. А Женька, чего Евгений-то назад вернулся? Да он забыл ее снять. А, он просто рванул, забыл. Да, от радости рванул. Понятно. Там он и Артем забыл на увольнике. То есть они сейчас сворачиваются, фотографируются и едут дальше на точку. Что у нас с L200? Ребята пока работают. Наст плотный. Дастер двухлитровый. Вот он, пожалуйста, смотрите. Без каких-либо имитаций идет, может, может. Так, что-то у нас с L200 не едет. Многие накатывают. УАЗ тоже подсел. Вот эта Нива без каких-либо блокировок, но постоянно травится. И показывает хороший результат. Патрол, хоть и вернулся, снял точку и рванул дальше, к следующей точке. У этого УАЗа, как я помню, по-моему, заварка в заднем мосту стоит. Но все равно пока ехать не хочет. Нива там тоже присела. Но Нивам тяжело. Нивы, дастеры с наименьшим клиренсом, если автомобиль неподготовленный, на самом деле сложно. Почему? Потому что даже взять L-ку, как видите, сидит. Нива, которая в поле, тоже засела. Вот Евгений на Соболе, полном приводном. Поехало начало маршрута. Нива с человеком X тоже, к сожалению, не может проехать. Резина кумха, грязевая. Но, к сожалению, пока нет. Что у вас случилось, экипаж? Алексей, ну-ка, комментарий. Можешь? Нам подсекла немножко Нива. Костя вперед ушел в левей. Костя, не возьмешь, давай назад. Все-все-все-все-все. Да, здесь надо копать. Наст жесткий. Копал, начистил. Да, но снега, на самом деле, здесь много. Не хватило, не хватило хода. Скажу, что мне лично идти очень сложно. Костя, ну, скажи, как ты оцениваешь свой автомобиль? Ну, как видите, не хуже всех. Что, я пробую? Не-не-не-не. Не знаю, много-много снега. Все пока рвутся в бой. Как можно максимум назад над Костян. Все, теперь давай назад. Сколько можно? Давай вперед. Йокохама резина шипованная. Я вылезу. Ребята, уехали по точкам. Пока снимаю то, что здесь рядом находится. По зрителям. Покажу вам зрителей. Это наши зрители, которые приехали. Им большое спасибо поддержать наш проект, покататься. Всем вот интересно. Кто-то побоялся поехать, кто-то приехал с детьми. Ну, и вас приглашаю на наши покатушки. Всю информацию можете найти в ВК или в инстаграм моем. Нива 007 или Нива 007 Оренбург. Подписаться на мой YouTube канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Здесь Ниву откапывают в три руки. Интересно было бы посмотреть, конечно, на блокировках автомобиль. К сожалению, я не участвую. Так как у меня задний кардан еще по гарантии никак не придет. В связи с новогодними праздниками продукции не идет. Думаю, наверное, придется самостоятельно приобретать. Здесь смысл. Экипаж подъехал. Делают фото первые точки. То есть, рука метка и рука автомобиль. И выдвигаются на другие точки. Делика решила попробовать свои силы. Но он не участвует в гонке. Просто решил попробовать, как же его автомобиль проедет. Проедет. Это фашрут. Так, Нива добралась до точки, в которой нужно будет отметиться. Но тяжело Ниве. Тяжело Ниве здесь. На грязевой резине. Хоть и стравленные колеса, все равно автомобилю тяжело. Пилот неопытный. Купил автомобиль только буквально недавно. Учится ездить на этом интересном автомобиле под названием Нива. Chevrolet Niva в полном стоке. Тоже показывает результат. Хоть и не такой положительный, как другие автомобили. Я имею ввиду по прохождению поля по снегу. Но на данный момент набрал ход и снег двигает. Как можете видеть, под передний бампер бустер, так сказать, набирает, упирается. И автомобилю сложно ехать. Сейчас они накатали и будут двигаться дальше. Штурманы мокрые от того, что нужно бегать постоянно. Работать лопатой. Как и напомню, снег мокрый и тяжелый. Даже с разгона автомобиля не получается полноценно ехать. Вот смотрите. Вот видите, упирается. И автомобиль тормозит снег. Тут даже от мощности двигателя не будет зависеть. Все будет зависеть от клиренса автомобиля. Ну и конечно бы, наверное, от блокировок тоже интересно зависело бы. Но на данный момент у нас нет автомобиля на блокировках, на самоблоках. Вон делает фотографию. Сюда это куда? На место сбора с администрации подъехать. Сейчас, пока ребята уехали на точки, Нива Бронто и Дима. Задняя блокировка. Сейчас мы устроим спринт в поле. Расскажи, Нива Бронто какой год? 18-й. Ты новую брал, да? Да. Ну вот, сейчас нахожусь на пассажерском сетене. Она намного добротна приводна. Горза, горза идет. Переключаться, наверное, надо было. Переключился. Все, все, не копай. Давай тогда назад в Тимонию. Не вовремя переключился. Да, 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 да. Потерял всякую. Но все равно. Надо больше. Давай назад. Больше чем назад. Вот такой вопрос. На Бронто какие стоят блоки, самоблоки? Не знаю. Никто не знает. Вот и я сколько интересовался. Какие стоят самоблоки на Бронто? Все разводят руками. Никто не может долго сказать. Хороший автомобиль. Сколько там на нем продержал? Все, вот здесь сейчас 40 тысяч. Ух ты, 40 тысяч чуда. Ну вот так у нас Нива Бронто сидит. Просто на скорости колеса вывесились. Диман, ты как, едешь пока? Нет. Тоже сидишь? Нормально. Не только Нивы, но и Патриоты с ивековским двигателем тоже не хватает. Снега, ну вообще тьма. Очень сложно, очень сложно, скажу вам, двигаться по таким настам, по такому снегу. Здесь тоже сидим. Нива сзади подъехала, сейчас выдернет. Ну и попробуем заехать все-таки, мы попробуем заехать. Ну, мне понравилось на Бронте, очень понравилось на Бронте. Димана сейчас тоже выдернут. Скоро Дима поставит вперед самоблок АТВТ. Металлический РСРП поставит. И будем кататься. Да, конечно, ты набил. Опять вернусь к теме тросов. Вот обычный трос, который жесткий, не тянется. Отцепился. Покупайте динамические тросы. Это намного-намного лучше. Вот эта вся херня, убирайте, выкидывайте. Ну и вариант тот же самый. Так, сейчас, вот как я вам говорил, что нужно пользоваться динамическими тросами. Вот, смотрите, динамический трос. Разница, разница, растянулся. Никаких жестких рывков. Все едет. Дима, скажи про динамический трос. Да, это он издевается уже. Пробуем, пробуем. Ну смотри, шевелится. Позволяет ему двигаться. В принципе, можно, если долго помучится, он выйдет. А может быть, и не выйдет уже. Как считаете, ребята? Напишите. Коммент. Ну цвет интересный. Прям цвет такой прикольненький. Мне понравилось. Вот, Серега у нас. Называется механическая блокировка. Лопата. Самый лучший вариант, да, Серега? Ха-ха-ха. Я не говорю, что именно Нива Бронто. Здесь также установлены два самоблока. Просто с завода идет. И ценник идет, естественно, выше. Бренд Бронто. Крылья резанные. В принципе, стандартный Ниваз. Но доделаны уже на другом заводе, насколько я знаю. Чтобы такой автомобиль не покупать, берете обычную коротку Нивы. Заказывайте самоблоки от АВТ. Ссылочка будет в описании. И по моему промокоду вам будут подарки. Или шайбы принатягивая там. Выбило, выбило. Ставите. И у вас получается, с обычной Нивы, получается Нива Бронто. Все. Может, может, может. Просто две блокировки, я говорю, стоят. Такие же самоблоки, просто завод не озвучивает, чьи самоблоки установлены. У них там идет модификация какая-то, и все. Ну все, у него получилось. Ну и здесь автомобиль без самоблоков. Вот крутятся колеса те, которым легче. Итак, у нас получается Шевик. Стандартный, без блокировок. Нива Бронто, две блокировки. Ниваса, одна задняя блокировка. Все, вы готовы? Давай, поехали! Смотрим. Дима залип. Стандартная и Нива Бронто. Ты смотри, стандартная Нива. Шевик. Обалдеть. Обалдеть. Как так? Без всех блокировок объехал. Но сейчас Нива Бронто, конечно, скорость набрал. У Димана почему-то не получилось. Возможно, Дмитрий не травленный. Ребята все там травленные. Ну прикольно, прикольно. Вот там и стандартный Шевик, без всяких блокировок и смог. Отлично едет. Просто сказка. Женек подъезд сюда. Я здесь с майором разговариваю. Нормально вроде что. Ну, надо как-то разрыли. А что разрыли, что мы можем? У нас милиция приехала. Он говорит, несанкционерное собрание. Сейчас подъем, подключаемся. Здесь. Ох, снега-то. Как видите, ГАИ. Участковые по нашу душу прибыли. Агрономы. Тут, оказывается, митинги всякие про Навального. Хотя мы туда вообще никак не котируемся и ничего не делаем. Никаких организаций у нас нет. Просто выезд друзей, сами тут катаемся и все. Ну, предъявить, как говорю, ничего не могут. Ни о чем. Ничего мы не нарушаем. Трезвые документы имеем. Вот так вот бывает-то. Просто-напросто возьмут и попортят настроение. Казалось-то, да? В поле. В поле. В поле и то не дают нам кататься. Вот такие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня появились вот такие наклеечки на автомобиле. Кому интересно, можете у меня приобрести бесплатно. Если в городе Оренбурге меня остановите, то вам сам приклею наклеечку. Поддержите мой канал. Вот. Клеить такие наклеечки. Ну, думаю, неплохо смотрится. Черное стекло тонированное. Ну, вот так вот. Ну, ты расскажи. Автомобилем вообще доволен своим? Шикарь. Автомобиль шикарь. Особо хотел добавить вот вообще у вас автомобиль. Колес надо, да? Побольше. Все остальное надо. Ну, не за стеблей побольше. Ну, Лёх, с автоматом проблем ничего не было, да, в нагрузке? Вообще, единственное, у него, естественно, в раскачечку тяжеловато. Ну, автомат, если автомат, в некоторых местах нужно было качнуться чуть-чуть. Получилось буксанул, накопал чашечку. Пока под колесами не срубили вот именно края чашечки. Он тогда стал выпрыгивать, не вопрос. А вот в раскачку, то есть вперед-назад, никак не получилось. Ну, а ходом вперед нормально, да? Ходом она вообще идеальна. Если бы он нас сразу не подрубил бы вот эту... Ага. Некоторые товарищи, да? Да, да. Некоторые товарищи. Ну, вообще, вообще вышли на первой точке первой. Ну, а так вообще понравилось, да? Шикарно нашим. Красно, да. Ну, понятно. Ну, понятно. А он прям в кройке, да? По колее. Автомобиль вот этот вот, Жень, победил в какой номинации или как это? Ну, в широке победил в номинации категории стандарт. Получается, за сколько вы прошли? Время мы не засекали. Собрали, получается, все точки самые первые, финишировали раньше все и, в принципе, ребята достаточно уже давно тоже участвуют, мы тоже периодически вместе катались раньше. Ну, а про сам маршрутов скажите, как это вообще, чтобы люди знали? Да, ну, как бы старт, да, вот у нас получается масс-старт был, по полю все, едем. Здесь, как бы, у нас проблем-то не было в основном. Все легко проехали, все. Дальше, получается, первые точки. Мы просто с вами не смогли поехать, тут у нас немножко отвлекли, поэтому не смогли снять. То есть, первые точки, как бы, как по задумке, вроде все должны были растянуться, но никто там не растянулся. И прямо на первых точках была такая вот борьба, кто быстрее подъедет. Фото сделали, да. Страхируется, да, и быстрее уедет. Там у нас получилось прям вот вырваться, и мы, кто у нас там? Следующая категория, вот они там подготовленные, они, получается, ну, вперед в них, короче, ехали. Потом уже и пропустили. Дальше начались овраги. Там снега очень много, нас где-то копали. Ну, как бы, только за счет овраги все проехали, грубо говоря, за счет готовления. Они все пробили, все проехали. Ну, как бы, сами там тоже почистили. Ну, да, ну, понятно. Ну, молодцы, что, можно поздравить, да, ребят? Поздравляем. Призы, вот вам чай уже налили, все как воложник. Вот, удачи. Но машина не подводит? Ну, смотреть будем. Есть, конечно, нюансы, да? Что-то там есть, да. Да. Автомобиль на автомате. Автомате, да. Сколько? Четыре литра. А, четыре литра, да. Ему хватает? Хватает. Резина стоит хорошая, да, у вас? Резина грязевая. Но вы тут тоже стравливались, да? Да, чуть-чуть не стравливались. Ну, понятно. Ну, ладно, поздравляем вас. Спасибо. Это точки, по которым... Сколько нас точек-то было, не помнишь? Десять штук. Десять штук. И одиннадцатая, получается, финиш. Ага. Что могу сказать? Погода была замечательная, участников было достаточно много. Дорога непростая. за время, так сказать, нашего путешествия, спортивного, мы нередко, так сказать, попадали в просаг, прибегали к лебедке, к помощи других участников. Но тем не менее, доехали, финишировали, захватили все точки. Наша машинка нас не подвела, так сказать. Ну, машин хорош, конечно. А до названия джип. Благодарность большая организаторам за это мероприятие, поскольку у нас есть возможность реализовать себя, потенциал машины. Да и вообще, мы приятно провели время. Спасибо. Самое главное – покататься, пообщаться, попить чаю, да? Не сидеть дома, как некоторые на диванах, и комментировать. А именно приехать, попробовать свой автомобиль, ресурс автомобиля, да, в основном-то. Многие в таких мероприятиях люди узнают о своих автомобилях очень многое. Как вот L200, например, так же, как и вы. День удался. Да, день удался, как говорится. Все, спасибо. Вот человек поделился своими эмоциями. Их автомобиль – джип. Ну, до этого мы рассказывали. Вот. Если вы сторонний наблюдатель, присоединяйтесь к нам. Да. Будете вместе с нами гонять там по полям. Согласен. Это круто. И по грязи. Все. Спасибо тебе. Не-не, не видите здесь. Мало стравил. Ребята, поехали за другими точками, да? Отойдите. В сторону. Вот. Сейчас оставим. Все там нормально ездит. Вообще тачка у нас. Конечно. Прикольно. Нам вообще нравится. Отличный автомобиль. А у тебя переска нету, что ли? Нет, у него уже переска. А мне нету у него переска уже. Все уже? Отхлыснул. А что у тебя теперь там произошло? Все. Все. Чeman, привода? Ну, вот. Капец, у нее пара, блин. Ну вот мы первые шли, и это шло. Какую? Пригорка, я начал чувствовать спляться. Вообще, самый прикол, что вот после 10-й, по сути, стандарту надо на подъем уходить, а им влево вообще вдоль посадки надо уходить, потому что там рыхлый снег, и мне чего... Да, хорошо, они там не поедут, никто дальше. По полям тяжело было. Только задний мост остался, перед отклебнуло. Ну и как ты тронешься? Давай! Нормально? Все, ремонтироваться, менять. Друзья, покатушки наши закончились. Мы все разъезжаемся по домам. Есть у нас потери на автомобиле. У кого-то привод сломался, у кого-то ремень, кто-то закидел, у кого-то долг, у кого-то все. Ну, мы никого не бросили, всех тем или иным способом доставили до дома. Полноценное видео снять у меня не получилось, так как мы должны были за всеми проехать и отснять, как люди преодолевают горки, которые брали точки, так как нам помешала полиция. Если видео вам понравилось, поддержите мой канал лайком, сделайте подписочку, нажмите колокольчик для уведомления о новых видео. Ну и поделитесь моим видео со своими друзьями. Все, пока. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok